В эфире служба новостей Саров-24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Около 80 работ из разных уголков России. В Сарове завершился фестиваль «Свободный стиль». Водитель, не превышая ГИБДД, юные инспекторы безопасности дорожного движения провели профилактическую акцию. Не было равных. Студия спортивного бального танца ДЭКа выступила на международных соревнованиях. Далее расскажем обо всем подробно. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат на детей от 3 до 7 лет включительно. Ежемесячные пособия будут выплачивать семьям с доходами ниже прожиточного минимума, установленного в регионе на ребенка. Приблизительно это 5,5 тысяч рублей. К правительству Российской Федерации поручено в срок до 1 апреля утвердить порядок и условия предоставления выплат. Деньги на эти цели пойдут из регионального и федерального бюджетов. Пособия будут выплачивать со следующего года на условиях, предусмотренных региональным законодательством. Порядок получения выплат будет максимально упрощенным и унифицированным. Для получения денег потребуется лишь подать заявление в электронном виде. К другим новостям. Саровчанин после драки с неизвестными обратился в приемный покой. Конфликт произошел ночью на улице Менделеева. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения возвращался домой. Навстречу ушла компания молодых людей. Между ним завязалась словесная перепалка, которая быстро переросла в драку. Чем еще запомнилась минувшей недели сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Пять заявлений о кражах поступило от саровчан в дежурную часть. Две из них произошли на садовых участках. В основном, длоумышленников привлекали металлические конструкции. 22 марта в 13.00 было зарегистрировано заявление от гражданина С. 51 года рождения о том, что в период времени с 14 марта до 22 марта при неизвестных обстоятельствах садового участка СНТ «Союз» пропали металлические швелерай трубы. Общий вес которых составил около 200 килограмм. Сотрудники правопорядка устанавливают личность преступников. Еще одна кража произошла в одном из домов города. Компания несовершеннолетних молодых людей зашла в гости к своему товарищу. Выходя из квартиры, один из ребят решил захватить с собой сумку с документами хозяйки квартиры. После того, как гости разошлись, женщина даже не обратила на это внимания. Спустя какой-то промежуток времени просто посмотрела, а сумки на месте не висит. На дорогах города произошло 18 дорожно-транспортных происшествий. В двух пострадали люди. На улице железнодорожной водитель такси перекрыл дорогу припаркованному автомобилю, который стоял на стоянке возле железной дороги. Пока таксист ждал пассажира, к припаркованной машине подошел хозяин и грубо попросил водителя убрать автомобиль, в результате чего произошел конфликт. Когда водитель Датсун Ондо своего пассажира дождался, решил уехать. Но водитель 81-го года рождения, он же не мог его просто так отпустить. После того, как он перекрыл дорогу, он сам ему перекрыл дорогу. Путем уговоров и пассажирка его уговаривала, и водитель его уговаривал отойти. Он изначально все-таки отошел, но в тот момент, когда Датсун Ондо проезжал мимо него, все равно каким-то образом он его зацепил. Мы проведем административное расследование, установим степень тяжести телесных повреждений, установим степень вины каждого из участников, и тогда будем принимать решение. Еще одно ДТП произошло на улице Семашко. Женщина, управляя автомобилем Volkswagen Pula, при повороте налево не уступила дорогу встречному автомобилю. В результате она получила телесные повреждения. После осмотра врачом отправилась домой. Ирина Вашегородцева, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Всероссийская диспансеризация взрослого населения приостановлена из-за опасности распространения коронавируса нового типа. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации. Прекращены плановые медицинские осмотры и диспансеризация отдельных групп населения. Эта мера действует до особого распоряжения Кабинета министров. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 30 марта в Нижегородской области начнется выдача разрешений на весеннюю охоту. Об этом сообщили в Комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области. Заявление документа на получение разрешения можно подать как лично, так и дистанционно. По электронной почте officialsobaka.ochota.kreml.nof.ru В нынешних условиях Комитет рекомендует использовать именно второй вариант получения разрешений на охоту. Для удобства граждан сроки дистанционной выдачи разрешений сокращены. В четверг, 26 марта, в Нижегородской области пройдет прямая телефонная линия «Партнер». Специалисты центров занятости проконсультируют граждан о предоставлении услуг в сфере трудоустройства для малоимущих лиц, заключивших социальный контракт. Прямая телефонная линия будет работать с 10 до 12 часов. В Сарове звонки будут принимать по телефону 7-92-20. Саровченин привел свою команду к победе на что, где, когда. 22 марта состоялась первая игра весеннего сезона. В роли знатоков выступили ребята из коллектива «Дети 21 века». Старшеклассники и студенты первых курсов столичных вузов. Капитаном команды стал уроженец нашего города Кирилл Емелин. Под его руководством знатоки со счетом 6-4 одолели телезрителей. В Сарове завершился третий открытый городской фестиваль медиатворчества школьников «Свободный стиль». Тема этого года в кругу семьи. Кроме того, организаторы учредили специальную номинацию в честь 75-летия Великой Победы. Участие в фестивале приняли не только саровчане. Свои эссе, видеоролики, презентации прислали ребята из Нижнего Новгорода, Бора, Дежинска, Ёшкоролы и Евпатории. Подробности далее. Больше 80 работ на фестиваль «Свободный стиль» в этом году прислали увлеченные медиатворчеством ребята из разных уголков России. Тема в кругу семьи близка и понятна каждому ребенку. Работы хорошие. Тема семьи очень глубокая, важная, немного личная. Дети на уроках вспоминали истории, которые произошли в их семье, пытались их нарисовать. Поэтому работы теплые. Они передают какое-то радостное настроение. Наряду с семейной тематикой организаторы ввели еще одну номинацию к 75-летию Победы. Работы в этой номинации участники посвятили пионерам-героям и тем, кто совершал подвиг для того, чтобы защитить нашу Родину. Ребята делали информационные буклеты, рисовали ветеранов с внуками, писали эссе. Конечно, мы спецноминацию, посвященную Победе в 75-летие Великой Отечественной войны, мы тоже вменили. И очень радостно, что некоторые работы были как раз отражением, как дети видят свою семью в том, что наш народ победил в Великой Отечественной войне. Самой большой популярностью пользовалась компьютерная графика и анимация. В этих номинациях было около 40 работ. Больше половины из них прислали саровчане, ученики детской школы искусств номер 2, гимназии, 3-го лицея, 13-й и 20-й школ. Все работы представлены на выставке, которую организовали по итогам фестиваля. Коронавирус внес свои коррективы в планы, посмотреть экспозицию пока невозможно. Но сотрудники ДШИ номер 2 предпринимают все необходимое, чтобы у горожан была возможность познакомиться с творчеством участников медиафестиваля. Официального закрытия в связи с сложившейся ситуацией у нас нет. Мы проводим все в онлайн-режиме. На сайте мы опубликуем наши итоги. Выставка у нас оформлена. И надеемся, что потом ее можно будет посмотреть. Конечно, мы ее отснимем, тоже выложим. Дипломы также планируют передать дистанционно. В другие города отправить почтой, а в Сарове разослать по школам. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Запечатлевать в рифме свое мироощущение, мечтать о будущем и вспоминать прошлое, обращаясь к миллионам, и в то же время оставаться наедине с собой. На это способна только поэзия. Ежегодно, 21 марта, отмечается Всемирный день поэзии. Саровский автор известен далеко за пределами родного города. Своим взглядом на современную поэзию и поэтов с нашей съемочной группой поделился один из участников литературного объединения «Радуга». Свои первые стихи Александр Конопкин написал в старших классах. Потом был долгий перерыв. Он закончил технический вуз и стал работать программистом. Тихий шепот муза Александр снова услышал, когда ему было уже за 30. Музы очень обидчивые, и поэтому нужно бросить все и записать. Потому что если пренебрег, то они могут потом долго не приходить. Поэтому, где бы ни застало вдохновение, строчки «Посланные музы» нужно записать. После составления программы художественное благозвучное слово становится для него отдушиной. У Александра нет любимых тем. Его стихи обо всем и обо всех. Быть может, некоторые узнают в них себя. Люди пишут про себя в основном, как бы это ни звучало там. Просто человек, когда пишет, он это все проживает, и поэтому получается про него. Даже если это не относится к тому, что с ним было на самом деле в жизни, он пропускает это через себя. В 21 веке поэзия совсем не тот вид деятельности, который может принести большой доход. Но это совсем не значит, что нужно закапывать талант в землю. В Сарове работает несколько литературных объединений, где каждому участнику помогут и направят его творчество в нужное русло. Когда вокруг есть люди, которые занимаются тем же, чем ты занимаешься, и у каждого свой взгляд, свои какие-то особенности, обмен мнениями, он позволяет просто двигаться вперед. И это самое главное. Люди должны общаться. В становлении Александра как поэта огромное значение сыграло литературное объединение «Радуга». Именно там он получил первые отзывы, мнения о своих стихах, ценные советы. Елена Грязкова, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. Водитель, сбавь скорость. Такими призывами школьники обратились к автолюбителям. Совместно с сотрудниками госавтоинспекции ученики пятой школы провели акцию на саровских дорогах. Юные инспекторы дорожного движения подготовили плакаты с лозунгами и листовки с обращениями, которые написали ребята младших классов. Несмотря на ледяной ветер и совсем не весеннюю погоду, девочки из отряда юных инспекторов дорожного движения держат в замерзших руках плакаты с лозунгами так, чтобы их было видно из проезжающих машин. Очередная акция направлена на профилактику ДТП, которая происходит из-за превышения скорости. В прошлом году в Сарове произошло 99 аварий. В шести случаях причиной стало превышение скорости. Напомнить водителям о том, что необходимо соблюдать страстной режим на дорогах города. К сожалению, в таких автоавариях погибают и дети. Дорожный патруль пятой школы тщательно подготовился к акции. Яркие плакаты привлекали внимание водителей издалека. В этот раз школьницы решили воздействовать и на эмоции автолюбителей. Они раздавали листовки, на обратной стороне которых второклассники написали пожелания водителям. Мы вышли на улицу для того, чтобы напомнить водителям о том, что в черте города очень важно соблюдать скоростной режим, очень важно соблюдать правила дорожного движения, очень важно внимательно управлять транспортным средством вблизи пешеходных переходов. Старания участниц отряда ЮИД не оставили водителей равнодушными. Они соглашались с доводами детей и твердо обещали им никогда не превышать скоростной режим. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Александр Майков. Служба новостей САРУ-24. Студия спортивного бального танца ДЭКО выступила на международных соревнованиях по танцевальному спорту в Саранске. Воспитанники Дениса Брагина и Екатерина Сысоевой завоевали абсолютную победу среди юниоров, а также выиграли серебро и бронзу в своих возрастных группах. Подробности в следующем репортаже. Танцоры студии ДЭКО Константин Боровков и Софья Соловьева работают в паре всего год. Но за это время ребята успели наладить контакт и одержать несколько крупных побед. На международных соревнованиях Фурор Кап в Саранске саровчан признали лучшими среди юниоров с латиноамериканской и европейской программами. Мы соревновались с 20 парами и было две части конкурса. Было в первой части нормально, а во второй уже посложнее. У нас было две программы, латиноамериканская и европейская. Латиноамериканская программа у нас хорошо всегда получалась. С европейской обычно были проблемы. Мы много тренируемся, отрабатываем. Выступление на соревнованиях всегда волнительно для юных танцоров. По словам одного из руководителей студии Екатерины Сысоевой, на занятиях ребята отрабатывают не только технику и подачу в танце. Большое внимание уделяют развитию стрессоустойчивости. Сами соревнования, конечно, это очень энергозатратный процесс и психических сил, и физических сил. Поэтому чем больше танцор посещает соревнования, тем лучше он выступает на каждом следующем, потому что он привыкает быть вот в этой форме, привыкает быть в атмосфере конкурсной и уже легче справляется с нагрузками и психическими, и физическими. Танцоры тренируются каждый день, оттачивают элементы и готовятся к предстоящим соревнованиям. Руководители ежегодно отправляют своих воспитанников на фурор-кап и гордятся, что в этот раз ребятам удалось достичь внушительных результатов. Наши самые старшие воспитанники Ломтьев Никита и Казанцева Мария заняли второе место среди взрослых танцоров. А в первый день соревнования среди детей от 10 до 12 лет победили Качев Денис и Соснина Виктория, и также его младший брат Качев Максим со своей партнершей Пуль Кристиной заняли тоже призовое место. На паркет выходили танцоры из 12 регионов России, участники из Белоруссии и Казахстана. В рамках международного турнира в Саранске также проводились городское первенство и открытые соревнования Республики Мордовия, где Денис Брагин и Екатерина Сосоева выступили в качестве судей. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах Канал-16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова